привет друзья с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить на тему генерального сражения и карты клондайк вообще в этом генеральном сражении уже одна карта есть она честно говоря дисбалансная это было очевидно сразу для меня для водомесов не сразу видимо там немножко боксуют люди но это было очевидно карта тупо имеет один рез немного лучше другого может не столь сильно но один фланг был настолько ярко лучше с одной стороны чем с другой что я не знаю как можно было это не заметить при разработке карты ну это просто жесть какая-то это раз вторая карта тупо какие-то открытые поля только где-то засветился хоп все горе в аду следующее подъезжаешь к флангу вроде бы ты там в укрытиях тык тык мык тебе пт-шки через пол карты скидываются укрытия какие-то маленькие коротенькие полметра продавил все тебе со всей карты скидываются сантиметр носа из-за угла показал там опять же тебе со всей карты опять скинулись то есть вообще нельзя было никуда вылезти разработчики подумали и сказали ну да есть такое сейчас мы вот вам еще карту сделали чтобы им получаем в следующей карте та же самая компоновка карт как и в рандоме как и в прошлой карте генерального сражения одна и та же компоновка такое ощущение что все карты ворду танк сделал один и тот же человек они все тупо вот как по одному шаблону слеплены есть два фланга на двух флангах есть какие-то небольшие там деревушки города укрытия там или какие-то продольные там всякие холмики бугорочки и посередине какая-нибудь херовина которая карту делит пополам река озеро гора скала вулкан в этом случае на карте куландайк у нас какая-то там яма через которую две скалы на ней мост ну короче я не понимаю что из этого получается что в рандоме что на всех остальных картах что здесь надоело это компоновка из-за нее что происходит вроде бы у нас сражение 30 на 30 должен быть экшен рубилово мясо просто веселье экшен просто ничего этого нет почему потому что компоновка карты говно она тупо устарела из-за нее делятся пополам налево и направо поехали по 15 человек сыграли так сказать на одной карте два мини боя один мини бой с одного фланга другой с другого и все и ощущение что идет большое танковое сражение нету вообще вот абсолютно нет единственное ощущение это то что ты можешь посмотреть на карту соснули с другого фланга или не соснули вот это ощущение большого сражения классно ну и центр центр просто не играбельная шляпа там какие-то заблудшие души подъедут поваляются там на снег посмотрят они шо есть в бою шо их нету фигня какая-то я не понимаю одного человек который карты делает особенно которые риск и расставляет вот такое ощущение что он в двери боков заходит или спиной я не знаю там почему все в карте развернута не в ту сторону шо в рандоме что здесь я больше всего в картошке люблю режим штурм потому что там риск и находится в других углах карты в правильных углах карты когда ты можешь ехать и рубиться когда укрытие находится не поперек карты а вдоль карты когда ты едешь просто вперед поджимаешься рубишься с врагами и это интересно и классно и то ли дело стандартные бои в картошке то же самое и клон тайк это просто два фланга ты туда приехал у одного респа как обычно лучше какие-то там позиция укрытия у другого хуже очень много карт когда пока ты едешь на фланг у тебя там полкоманды дохнет те же самые там всякие открытые карты очень много таких а потом одна команда приезжает у нее там позиции лучше на фланге у другой хуже у одной команды там никто туда не едет никогда у другой едет все там где-то в одной точке на красной линии стоят короче карты просто компоновка у карт устарела их надо переделывать тупо все как минимум на половине из них надо риску переместить как максимум надо их вообще уже просто поменять полностью пересмотреть структуру и саму тактическую составляющую карты потому что вот эти тупые карты еду налево ли на по или направо потыкаюсь там две минуты и все и конец боя что-то просто надоело это какая-то муть если бы карту развернули в другую сторону эти горы слева вверху убрали бы вместо них какую-то деревушку сделали респы сделали бы сверху слева вверху и справа внизу то карта совсем было бы по-другому игралась бы совершенно по-другому немножко ее доработать в плане чтобы было удобно воевать вдоль укрытий по бокам были бы какие-нибудь фланги для лт и пт а посередине какие-нибудь города с деревушками вдоль которых бы рубились бст стяжами и не надо было бы и объезжать по каким-то там вонючим флангом просто бы все рубились в центре и по бокам немножко объезжает может фланг лтшки вы по краям в открытых полях подсвечивали или прорывали фланги если там никого нет либо же защищали своих пт если на них кто-то упарывается из вражеских лт вместо этого мы получаем что у нас как обычно лт едут тоже на фланг потому что больше некуда ехать лупятся стяжами лоб в лоб пт-шки тоже там какой-то херни на базе занимаются там ничего не происходит им просто стоят на веточки на деревьях считают какие-то дебилы в центре стоят на мосту умирают там вообще невозможно играть не знаю что они там делают как они эти компоновки карт делают как вообще такую структуру для карты можно было придумать я вообще не понимаю но это же просто у бога почему все время все карты в картохе не в ту сторону для меня это вообще непонятно не настолько уродские эти карты ладно там раньше это было не так заметно когда бои были медленней когда гонка вооружений была не такая жесткая когда обзор был чуточку поменьше когда танки были в принципе все послабее и бой длился дольше все вот это дурацкая структура карт была не такая уродская потому что так быстро друг друга не убивали мы просто копошились в этом говнище и потихоньку там как-то друг с другом боролись теперь когда все ускорилось в картохе то вот эти косяки настолько сильно вылезли что просто я не знаю как можно их не заметить ты же просто жесть какая-то вот такие у меня принципе мысли по всему этому делу не знаю когда они начнут хоть как-то что-то переделывать это непонятно еще бы исправилась такая вещь что каждый бой в котором я сыграл до начала сражения я полторы минуты еду это это если я поеду на тот фан на котором я появился если я хочу на другой фланг поехать у там все и 2 и 3 минуты буду ехать если бы карту сделали так как бы я хотел ехать бы пришлось меньше минуты и сразу начиналось бы рубилова они вот это ездить по полям потом приезжаешь и вокруг одного камня рубишься классно вот эта карта вот это тактические ходы есть один камень и ты вокруг него лупишься а с другого фланга полтора домика и ты тоже вокруг них пляшешь вот это тактические там вообще просто изумительные мысли можно в голове там придумывать слева от домика объехать или справа ох вот это гениально принципе у меня все с вами был варчик играть красиво пока пишите свое мнение в комментариях в конце также у меня к вам просьба подпишитесь на канал эксклюзива ссылка будет в описании когда-то у этого человека было подписчиков больше чем у меня но потом он пошел в армию и подписчиков стало больше у меня сейчас его особо никто не смотрит стрим он стримит а зрителей особо нет как-то не сильно красиво но это не какая-то платная реклама это чисто бесплатная от души всем удачи и пока